Здравия, друзья! С вами я, Шевченко Александр, и это очередное видео об улучшении качества жизни от Академии Счастья. Сегодня поговорим о том, как связано питание с духовным ростом, с увеличением осознанности. Потому что есть люди, которые идут, к примеру, через тело, занимаются телесными практиками, улучшают питание, занимаются спортом. А есть, кто идет больше через дух или через проработку ума, то есть, которые занимаются духовными практиками, убирают заряды, ну и, соответственно, их состояние улучшается. Тут я вижу, что важен баланс, потому что если заниматься только одним, а другое не делать, то, соответственно, человек или будет страдать, скажем так, от нехватки сил физически, либо он может хорошо, скажем так, прокачать тело, но у него будет множество умственных проблем, то есть, негативных постулатов, суждений, будут эмоциональные реакции и так далее. Баланс застигается за счет чего? Когда человек, например, улучшает свое питание, то есть, убирает, например, вредные продукты, суррогаты из питания, те, которые продаются у нас в супермаркетах, убирает мясо, молочную продукцию, то есть, клейковину, хлеб, то есть, ну и подобные изделия, то есть, и переходит на питание фруктами, овощами, зеленью, то есть, теми продуктами, которые естественные для человека, у него, естественно, состояние улучшается. И то есть, когда питание становится именно таким, то есть, живым, естественным, то и мысли человека начинают меняться. Не сразу это происходит, постепенно. То есть, я, например, занялся живым питанием примерно в 2010 году. И постепенно менялось мое мировоззрение, хотя до этого я уже около 10 лет занимался духовной практикой, то есть, я занимался процессингом, занимался саентологией и улучшал свое состояние именно в духовной сфере. То есть, проходил программу очищения, пил витаминно-минеральные комплексы, очищающие различные чаи. И в то же время, когда я прочитал книгу Виктории Бутенко о живом питании, я понял, что это действительно естественный способ. Но, как говорится, перешел я очень легко. То есть, просто на следующий день, 1 июня, я сказал, окей, я убираю лишние продукты из холодильника, отдал их соседям, друзьям. И начал кушать уже овощи, фрукты, то есть, хлебцы, семена. А постепенно, да, мое, скажем так, состояние менялось, и я чувствовал это. То есть, я имею в виду на физическом уровне. И я чувствовал, что действительно зависимость от пищи – это самая важная зависимость. То есть, никакое вещество, наркотик или что-то другое не приводит к такой сильной зависимости. Потому что ребенка еще с самого детства начинают пичкать продуктами, и он, скажем так, привыкает к ним. То есть, по сути, ребенка подсаживают на пищу. И чтобы этого не было, конечно же, важно не закармливать ребенка, а предлагать ему пищу только тогда, когда это действительно необходимо. И предлагать именно только живую пищу, то есть, фрукты, овощи и так далее. И что я хотел сказать. То есть, когда человек именно переходит на живое питание, то меняется его мироощущение, то есть, мировоззрение. А если он еще это дополняет и проработкой ума, то есть, убирает оттуда негативные заряды, и ум у него очищается, то происходит очищение и с одной стороны, и с другой стороны. То есть, очищение тела, очищение ума. И это очень хорошо дополняет друг друга. Также, я же говорю, если человек не будет менять свое питание, будет продолжать, например, употреблять суррогатые продукты, употреблять, например, алкогольные изделия, то это будет влиять на человека. Я это исследовал и проверил на себе. То есть, когда, например, там происходит какой-то, ну, скажем так, возврат к обычной пище, да, в какой-то мере сразу состояние начинает меняться. Вот поэтому очень важно следить за собой, то есть, и повышать свою осознанность. То есть, потому что только это как раз дает возможность человеку поддерживать и осознанное питание, и осознанный образ жизни. То есть, быть в настоящем времени, создавать пространство любви и счастья, ну, и, конечно же, помогать другим по мере возможностей, то есть, своим примером. И, ну, скажем так, я как проектор могу проводить людей через определенные процессы, направляя их, то есть, и давая им возможность получить собственное зрение. Поэтому я каждого приглашаю к сотрудничеству, приглашаю в Академию счастья, потому что это объединение людей, которые, скажем так, направлены на улучшение качества жизни. Вот, и, конечно же, буду рад общению, все мои контакты будут под этим видео. И, конечно, буду рад, если будете задавать вопросы, писать ваши комментарии, делиться видео с вашими друзьями. Всем здравия и до встречи в следующем видео.